Передам слово Лилии Николаевны. Прошу. Спасибо, Евгений Григорьевич. Но она у нас работает также в высшей школе экономики, и не только в независимой политике. Ну да, как все представители среднего класса, для того, чтобы заработать на жизни, я имею два места работы. Или многие, скажем так. Но я хотела бы очень коротко откомментировать, может быть, немножко такое нагловатое название моего выступления, потому что оно называется «Динамика экономического положения и социального настроения российских домашних хозяйств». Вот про социальные настроения, вы знаете, я знаю очень мало. И вот здесь я на Марину Дмитриевну надеюсь, потому что почему я это поставила в тему нашего сегодняшнего семинара и в дискуссию, потому что мы не давали, мы, наверное, с Львом Борисовичем Гудковым дискутировали на эту тему на предмет того, насколько серьезно изменились за последние годы буквально экономическое положение и социальное настроение. И вот он утверждает, что ухудшение социальных настроений гораздо более серьезное, чем падение показателей уровня жизни. И вот эта вот наша с ним дискуссия, она была на радио, она вдохновила меня немножечко посмотреть более, скажем так, предметно, что происходило в различные периоды падения уровня жизни, потому что сейчас больше всего говорят о том, что уровень жизни упал, и это катастрофично или не катастрофично, и что с этим делать, нужно ли, скажем так, стремиться, значит, прижать инфляцию, и тем самым мы понимаем, что мы прижмем денежные доходы населения, или наоборот, нужно повышать... Я сейчас быстро буду... Или наоборот, нужно, скажем так, использовать механизмы инфляции для того, чтобы не снижать доходы. Но я хотела бы все-таки начать с того, что за годы постсоветского развития вообще-то благосостояние российских домашних хозяйств существенно выросло. И это, ну, в общем-то, мне кажется, статистически доказанный факт. Можно по-разному мерить этот показатель, есть разные оценки, и в свое время с Евгением Григорьевичем мы разные оценки этого процесса приводили, но, тем не менее, минимум в полтора раза реальные денежные доходы населения выросли. И мы видим, что вот эти вот всплески на голубой кривой, которая идет выше всего, всплески падения вниз, они были у нас в стране уже неоднократно. Мы, как минимум, пять раз уже сталкивались с падением реальных денежных доходов населения. И всегда это происходило, ну, немножечко на разном фоне. Вот я сейчас хочу перейти к другой кривой, которая покажет фон, но прежде чем комментировать его, я хотела бы для тех, кто тему реальных денежных доходов населения знает глубоко, а здесь я вижу таких экспертов, я хотела бы сказать о том, что все время Росстат производит дооценку доходов. В общем, вообще, меняя методики, он все время изменяет данные. Я опираюсь на последние данные, которые есть, ну и вот, в частности, вот последнее изменение, которое вы видите сейчас на этой картинке, это по новой методике переоценка реальных денежных доходов, последнее в декабре 2013 года. И мы видим, что, ну, в общем, после переоценки доходы подскочили как минимум на тысячу рублей. Поэтому здесь хочу сказать, что в ряде случаев есть такие методологические моменты, и, зная это, хочу обратить внимание, что я использую последние оценки. Значит, теперь, прежде чем перейти к комментариям вот наиболее вот пяти точек падения денежных доходов, я хотела бы остановиться все-таки на индексе социальных настроений, и это не мои расчеты, это расчеты Левада-центра, которые показывают, на мой взгляд, действительно более глубокое падение социальных настроений, нежели реальных денежных доходов населения. Но еще раз повторю, думаю, что Марина Дмитриевна вот нас просветит в этом вопросе более предметно. Теперь я хотела бы посмотреть, вот красные линии, это линии, вернее, красные столбики, это те периоды, когда происходило реальное падение доходов населения. Это был у нас 92-й год, 95-й год, 98-й год, 2008-й год и 2014-й год. Это декабрьские данные, это не среднегодовые, это декабрь к декабрю. За исключением индекса потребительских, да, это, значит, все в процентах от 91-го года, а индекс потребительских цен год к году. Вот самая, пожалуй, драматичная точка, это был у нас 92-й год, когда инфляция, вы видите, зашкаливала, 2604%. На этом фоне произошло падение реальных доходов более чем в два раза. Мы видим эту цифру. Следующая точка падения, ее даже мало, честно говоря, кто помнит, когда комментирует, это был 95-й год, а между прочим, тогда реальные доходы населения упали на 13%, заработная плата упала на 17%. Мы видим, что это происходило как раз-таки на фоне, ну, достаточно скромной, очень скромной инфляции. Если мы будем, и тренд, кстати, был у инфляции, снижающийся в этот момент, никаких всплесков инфляции не происходило. Почему так случилось? Потому что в этот момент мы пытались сдерживать инфляцию как раз-таки методом, вот, методом бюджетного, методом влияния на бюджет, я бы так сказала. Вот именно, если, значит, меня поправит Владимир Ефимович, если я не права, но в этот период были очень массовые невыплаты пенсии, заработной платы. Практически многие статьи расходов, которые должны были финансироваться, они просто не финансировались. Это позволило сбить инфляцию, но и это привело к падению реальных денежных доходов населения. Боюсь, что ситуация, которая сейчас развивается, она вот будет похожа в какой-то степени на 95-й год, но, может быть, масштаб все-таки ее будет меньше, чем это было в 95-м году. Теперь, значит, я перейду к следующей картинке, потому что здесь уже совсем другой, вот эта зеленая кривая, это тоже инфляция, но только по другой шкале, потому что если мы будем смотреть вот на эту шкалу, то ее вроде бы как нет вообще. То есть пришлось увеличить ее масштаб, чтобы было хоть что-то видно, что происходило с инфляцией. И мы видим, что в 98-м году, да, действительно инфляция была серьезной причиной падения реальных денежных доходов населения. Это было по сравнению с 92-м годом, конечно, совсем не тот пассаж, но это было намного выше, чем две последующие точки, это 2008 год и 2014 год. Вот 2014 год пока что на фоне всех этих колебаний выглядит очень-очень скромно. Пока что никаких вот таких серьезных изменений в реальных денежных доходах мы не наблюдаем. Возможно, вы мне возразите, что мы их ожидаем, но прогнозы это прогнозы, а реальная жизнь пока вот выглядит следующим образом. Что же, когда Евгений Григорьевич говорил о нашем докладе, который мы будем представлять на апрельской конференции, мы попытались в рамках этого доклада, который посвящен социальной политике, посмотреть, какие же все-таки изменения произошли в сферах, связанных с социальной политикой. И моим фокусом, конечно, были денежные доходы населения. Вот я хотела бы сказать о том, что за годы постсоветского развития существенные изменения произошли и в структуре денежных доходов населения. И то, как они произошли, говорит о тех механизмах политики, которую мы реализовывали. И что нам удалось, а чего нам, скажем так, не удалось? Вот что нам удалось? Вот уж точно нам удалось это задействовать бюджет на выплату социальных трансфертов. Это вот такая у вас сиреневая часть этого графика. И если посмотрим на 2014 год, то мы видим, что социальные трансферты в настоящее время составляют больше 18% в реальных денежных доходах населения. Вообще даже в советское время такого не было. В самые такие перераспределительные годы советского периода, здесь просто уже места на графике нет, но у нас есть там более длинный ряд, где мы показываем, что даже в советское время перераспределение было менее серьезным. Но в значительной степени это, видимо, реакция на высокое неравенство. Мы пытаемся сбить неравенство увеличением доли социальных расходов. Вот что нам точно пока еще не удалось? Или это, как посмотреть, значит, стакан полупустой или полный. Это вот запустить такие драйверы развития, как предпринимательство и доходы от собственности. Предпринимательство – это самая крайне серая такая часть данной гистограммы. И мы видим, что несмотря на все усилия, которые власть, ну, по крайней мере, артикулирует, вот 2014 год – это год минимума доходов от предпринимательской деятельности. Хотя, если мы посмотрим на первые годы, 92-й, 93-й, 94-й, то мы видим, что это были периоды, когда предпринимательские доходы были максимальны. Я вот часто комментирую эту табличку, этот график, говорю о том, что вот именно эта ситуация в значительной степени способствовала, ну, весьма спокойному отношению населения к приватизации крупных объектов. Потому что каждый занимался своим бизнесом. У кого-то он был большой, у кого-то он был малый. Но вот такая либерализация внешней торговли, которая произошла в те годы, и либерализация экономики в целом, она, конечно, этот коридор возможностей открыла. Мы видим, что этот коридор возможностей схлопнулся. И пока что, что там, какие программы поддержки малого бизнеса мы не стартуем, он вот кажется замер на минимальном уровне, который, ну, вообще в любой, по-моему, экономике необходим. Значит, второй сюжет, на котором я хотела обратить, остановить свое внимание, это то, что в структуре использования денежных расходов, а, пожалуй, это есть использование денежных доходов, а это, скорее всего, денежные расходы, мы видим, я считаю, вообще-то достаточно позитивный ряд изменений, которые, мне кажется, полиси-мейкеры не всегда замечают. И суть этих изменений заключается в том, что, ну, вообще-то российский сектор домашних хозяйств это вообще такой активный участник экономических процессов, которые происходят в нашей стране. Вот я что-то сейчас вспомнила, что я не вынесла сюда один график, который показывает соотношение душевых доходов и душевого ВВП. И вот если сравнивать, допустим, Россию, это вообще такой, может быть, для макроэкономистов не совсем корректный показатель, но вот для того, что я сейчас скажу, он как бы показателен. Вот у нас сейчас душевые доходы составляют примерно 60 с лишним процентов от душевого ВВП. Если сравнить, например, с Казахстаном, то там порядка 39. То есть через сектор домашних хозяйств происходит вливание в экономику достаточно большого объема ресурсов. И это так не везетно, что это вообще наше, ну, в какой-то степени серьезное достижение. Хотя часто это трактуется как, скажем так, отказ от накоплений и инвестиций в потребление, но если мы посмотрим на такие компоненты, как сбережения и покупка валюты, это финансовые ресурсы домашних хозяйств, то мы видим, что их доля, значит, в такие наиболее благоприятные для развития годы, вообще-то превышала 20%. Сейчас она тоже снизилась, она тоже сократилась, и вот этот вот коридор возможностей, он у нас, к сожалению, сужается, как и предпринимательская активность населения. Если говорить о именно потребительских расходах, а напомню, что потребительские расходы отличаются от других расходов тем, что там нету компоненты вот этой финансовой, то мы видим, конечно же, подтверждающие позитивные изменения в структуре потребительских расходов. Мы видим, как изменилось существенно, если брать, здесь мы видим длинный ряд достаточно, с 1985 года, а если мы посмотрим вот эти вот наши, значит, наиболее тяжелые года, то мы видим, как изменилась доля расходов на покупку продуктов питания, и здесь еще хочу сказать, добавлено питание вне дома. Если вычесть еще питание вне дома отсюда, то мы увидим, что мы тратим на продукты питания значительно меньшую долю. Это говорит о том, что у сектора домашних хозяйств вообще высвобождаются ресурсы, которые, я их называю ресурсы для развития, которые сектор домашних хозяйств, ну, в общем-то, использует уже делая некоторый ответственный или безответственный выбор. Но все-таки выбор. Вот я, это тоже пропитание, но я хотела бы наиболее наглядно это показать на, значит, не ту мне поставили табличку, я хотела здесь табличку увидеть, где сотрудники? Я хотела здесь увидеть табличку восьмой децильной группы. Ну, есть, да? А где она? Это она. А, это она? А это есть она? А почему не написано, что это восьмая децильная группа? Внизу написано? А, да, все, извините. Вот так вот, когда не всякую табличку сам делаешь. Это делала вот Света Бирюкова, который здесь присутствует, так что отвечает вместе со мной. Я хотела сказать о том, что, вот посмотрите, здесь есть такой показатель, как минимально необходимые расходы. Мы его рассчитали, и мы видим, что этот показатель к 2013 году снизился ниже 50%. То есть, примерно половину потребительских расходов домашние хозяйства тратят, имея возможности для выбора. Куда сместилось потребление наших домашних хозяйств? Вот я обращу внимание на культуру и отдых. Вы видите, какие, в общем-то, серьезные изменения в структуре произошли по этому показателю. Конечно же, на все, что связано с автомобилями, на гостиницы и рестораны. На вот это, если, значит, также мы видим существенный рост расходов на жилищные услуги, но это входит в минимальный базовый набор. Хотя то, что растут расходы домашних хозяйств на жилищные услуги, это вообще-то тоже некий маркер развития, потому что мы инвестируем в этот сектор все больше и больше ресурсов. И вот на самом-то деле в других странах эта доля еще выше, но то, что при полуторакратном реальном росте денежных доходов доля расходов на жилищно-коммунальные услуги увеличилась практически в два раза, это говорит о том, что сейчас в этом секторе достаточно существенная доля, вернее, достаточно существенный объем денежных средств. И какие-то реформы, которые существенно связаны с денежными ограничениями, здесь уже возможны. Что, скажем так, удавалось, а что не удавалось нам за вот те четверть века, которые прошли за годы постсоветского развития? Ну вот я на всякий случай вывела сюда динамику мировых цен на нефть, и вот какая-то гипотеза у меня следующая, что на разных уровнях цены на нефть наши полисимейкеры реализуют разную политику. Вот все, что связано с драйверами экономического роста, не связанными с государством, оно вот растет тогда, когда цена на нефть там ниже где-то там 40 долларов. Как только она поднимается выше 40 долларов, вот мы начинаем запускать механизмы государственного регулирования развития. Какие, в частности, мы механизмы запустили? Ну, это наиболее такой, скажем так, яркий сюжет, это связано с заработной платой, с повышением заработной платы в бюджетном секторе и повышением заработной платы в государственном управлении. Вот я вообще-то в повышении заработной платы в государственном управлении Не вижу, скажем так, только негативных сюжетов. Я вижу там, скажем так, большое достижение. Правда, правда, вот инвестировав туда серьезные ресурсы, вот мы пока не вышли на то, чтобы заработная плата в данном сегменте экономики была существенно выше, скажем так, по сравнению с сопоставимыми сегментами. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Мы посмотрели рост реальной заработной платы отдельных категорий работников в сравнении, государственных служащих в сравнении со средней по стране. И если посмотреть за последние три года, то, конечно, картинка, ну, прямо так, скажем так, такая журналистская получается, потому что в среднем по стране реальная заработная плата, извините, я об доходы говорила, выросла на 6%, в администрации президента на 92%, а в целом по всем федеральным служащим она выросла на 167%. И, конечно, это существенный рост заработной платы в данных секторах экономики. Более того, вот такая политика заработной платы, она привела к тому, что заработная плата у государственных служащих, она оказалась существенно выше и средней по стране. Вот я, например, понимаю, почему Минфинс все время сокращает всем расходы, потому что у них низкая заработная плата, им нужно повысить заработную плату, они будут более сговорчивы. Ну, это шутка, конечно. Но на самом деле, вот в среднем по всем федеральным государственным служащим заработная плата сейчас в 3 раза выше, чем средняя по стране. А в отдельных секторах государственной службы или гражданской службы, как правильно ее называют, она, конечно, существенно выше. Ну, пострадала у нас, как всегда, культура и почему-то Министерство транспорта. Не знаю, им, наверное, деньги не нужны. Но если на эту картинку посмотреть с другой точки зрения, сравнить заработки в данных сегментах со средней по крупным и средним предприятиям, то картинка становится вообще-то другая. И вот здесь мы видим, что на самом деле нам как бы вот пока что не удалось оторвать заработную плату в государственном секторе, скажем так, от низких уровней. И пока что мы не смогли сравнить ее с руководством госкомпаний, но очевидно, она там выше. В этом плане я хочу сказать, что вот этот вот шаг вообще-то сейчас он еще не завершен. Но мы пошли по пути вообще снижения сейчас заработной платы на государственной гражданской службе. Поэтому вот не уверена, что эта мера вообще-то правильная, потому что проделав достаточно большую и непростую работу по повышению заработков здесь, мы сейчас вот развернулись в обратную сторону. Следующий вопрос, который мне хотелось бы откомментировать, это участие домашних хозяйств в покупке валюты. И в обвинении сектора домашних хозяйств в поведении, спровоцировавшем рост обесценения рубля в конце прошлого года. Вот на графике этом видно, что вообще-то действительно расходы на покупку валюты в денежных доходах населения в 2008 году и в 2014 году действительно были очень значительны. И население существенно инвестировало ресурсы в покупку валюты, особенно когда мы говорим о декабре месяце. Но если мы, скажем так, посмотрим на то, что происходило, скажем так, после 2014 года, то вот купленная в декабре валюта, ну это, конечно, я понимаю некоторую некорректность такого сравнения, она была, в общем-то, в значительной степени продана в январе. Потому что в январе мы опять 2015 года получили отток валюты по баланту чистого прироста. И если вообще-то говорить о поведении населения на валютном рынке, то, конечно же, не сектор домашних хозяйств наводил там фон с обесценением курса рубля. Это в значительной степени все-таки было поведение компаний и, скорее всего, определенная позиция Центрального банка. Поэтому, завершая свое выступление, я хотела бы сказать о том, что в настоящее время у сектора домашних хозяйств сформировалась определенная подушка безопасности с точки зрения уровня жизни и с точки зрения финансовых активов населения. И вот это вообще-то дает определенные возможности для расширения коридора принятия решений в условиях, если реализуется политика отхода от сырьевой структуры экономики. Но здесь есть два таких вот мейнстрима. Первый мейнстрим – это срезать вот этот жирок и использовать его для некоторых, скажем так, маневров. И второй – это использовать его для того, чтобы запустить некоторые драйверы, которые оказались невостребованы в период высоких цен на нефть. О чем я в данном случае говорю? Я говорю о соплатежах населения за услуги и я говорю о использовании ресурсов населения как ресурсов длинных денег или как инвестиционного ресурса. Вот обе эти модели поведения, они, конечно, возможны в условиях высокого доверия. Но вот пока что мы не видим признаков доверия населения, в частности, к финансовым институтам. И вот поведение в отношении, например, добровольных, вообще накопительной части пенсии – вот тому яркий пример. Не будет население сейчас инвестировать в накопительную пенсионную систему при таком поведении государства. Как и, скажем так, не будет оно инвестировать в, предположим, какие-нибудь внутренние займы, если будут предприняты попытки ограничить валютные операции и, в частности, обесценить валютные запасы населения. Поэтому мой месседж заключается в том, что население стало достаточно влиятельным игроком на поле принятия серьезных экономических решений. И игнорировать такое положение властям, принимающим такие решения, я не считаю возможным. Потому что есть шанс использовать ресурсы населения для развития. Спасибо. Спасибо. Я очень люблю Леонид Николаевна, но у нас не принято хвост. Это все-таки научные семьи. Я затянула, да, Евгений Викторович? Нет, ничего, все нормально. Извините. Я думаю, что мы немножко затянули начало. Я не могу утраскать никого. Три вопроса. Вот, Лилия Николаевна. Потом еще можно будет, сколько времени останется, но пока три вопроса. Есть вопросы? Нет, никто не хочет. Все, тогда я считаю, что вы так все хорошо рассказали, что... Или наоборот. Будем предполагать, что лучше. Значит, тогда я перехожу к нашим оппонентам. Владимир Ефимович Генпельсон. Пожалуйста. Спасибо. Десять минут. Спасибо. Я тут вспомнил такую загадку советских времен. Я думаю, что разговор на темы о экономическом положении семей, он невозможен без определенного критического отношения к тем источникам, на которых наши выводы строятся, то есть к статистике. Здесь любопытная история, поверите или нет, но у Росстата фактически, фактически, нет ни одного источника данных о доходах. В стране не существует статистики заработной платы. То, что Росстат представляет как показатели средней заработной платы, относится... У нас 70 миллионов занятых, относится к 33 миллионам, и получается, как есть большая организация, она говорит о том, какой у нее фонд зарплаты и сколько людей там работало. Фонд зарплаты поделили на отчисленность, получили среднюю заработную плату. По 33 миллионам, а всего 70. Что с остальными, никто не знает. И даже никто и не интересуется. Другая вещь, которая очень любопытна, это измерение неравенства Росстата. В основе этого измерения лежит некая лог-нормальная модель, в которую заложены какие-то параметры, в результате чего, чтобы не происходило, неравенство почти не меняется. Неравенство подскочило сильно в 93-м году. Мне никто не может ответить на вопрос, почему в 93-м. Не в 92-м, не в 94-м, не в 98-м, в 93-м. И таких вещей очень-очень много. И поскольку мы взаимодействуем с Росстатом, ставим вопросы, ну, в общем, есть представление, конечно, как эта кухня работает, но и в то же время есть большие сомнения, что мы можем на основе Росстатовской статистики идти к каким-то более-менее серьезным и глубоким выводам. Ну, слава Богу, Лилия Николаевна, она хорошо все это знает и имеет другие источники. В общем, мы понимаем. Но дело в том, что какие бы у нас обследования ни были, мы не можем ими заместить какие-то базовые вещи, которые могут прийти только из статистики. С заработной платой штука, я потом буду говорить о рынке труда, но прежде я хотел бы про заработную плату сказать. Ну, вот идет спор часто, а вот та статистика, которые те показатели заработной платы, которые дают Росстат, они завышают или занижают? Ну, то, что это оценки смещенные, в этом, мне кажется, сомнений нет. Значит, некоторое время назад, моя гипотеза была всегда, что завышают, занижают. Потом я поменял с точностью дано обратно, я стал думать, что завышают. Потому что вот эти 70 минус 33 миллиона, то есть много народу, да, они находятся где-то, малые предприятия, это самозанятые, это работающие у частных лиц, у них зарплаты меньше. И на РЛМС, например, мы хорошо видим, что у них зарплаты существенно меньше тех, кто работает. И меньше, ну, процентов на 20, где-то там. Потом, значит, когда был принят майский указ о зарплате бюджетников, и очень скоро выяснилось, что указ классный, но денег нет, а выполнять надо. Но если мы не можем повысить заработную плату, значит, надо понизить среднюю. И был целый ряд заседаний, на которых, значит, обсуждалось с участием Минтруда, Росстата и Пенсионного фонда, как использовать базу данных Роспенсионного фонда для того, чтобы получить правильную оценку средней заработной платы. Выяснилось, что база Пенсионного фонда, на которую вбухано вообще денег немерено, наверное, если деньги, которые на эту базу вбухано и раздать просто людям, люди бы стали действительно богаче. Значит, они могут сказать, вот у Иванова Ивана Ивановича, сколько за него заплатили в Пенсионный фонд. Но сказать, какое распределение людей по взносам в Пенсионный фонд, ну, тоже вообще не бином, не то. Выяснилось, что невозможно. Ну, Пенсионный фонд, значит, напрягся, выделил сам или еще откуда-то денег, работали, работали, выяснили, что если так, статистика видит всего людей в организациях 46 миллионов, то с помощью Пенсионного фонда аж 49 из 70. 33 только что было, уже 46? Нет, ну, 33 это крупные и средние, если еще есть малые предприятия, которые там зарегистрированы, тоже юридические лица. Значит, в результате 49, что у нас из этого получилось? Мы добрали 3 миллиона, вроде бы самая такая полная статистика, средняя зарплата уменьшилась на 5 процентов. Значит, моя гипотеза, что если довести это дело, ну, не до 70 миллионов, но куда-то туда, то еще процентов 10 мы потеряем. Это означает, что средняя заработная плата, которая у нас есть, там, 30 тысяч, она на самом деле не 30 тысяч, а где-нибудь там 24-25, медиана еще ниже. И вообще мы гораздо беднее, чем нам временами кажется. Но поскольку мы судим о нашем, так сказать, богатстве страны зачастую, ну, статистика в данном случае нам плохая помощница, мы судим, оглядываясь вокруг себя, то мы совершаем типичную ошибку, которая известна людям, занимающимся поведенческой экономикой, статистикой лэнфиренс проблем. Мы даем смещенные оценки, основанные на тех, что в наших выборках, которые, так сказать, питают наши выводы субъективные, мы находимся всегда в серединке. Значит, вот такая вот история с заработной платой, статистики нет. То, что делает, как бы Росстат идет в правильном направлении, он понимает, ему помогает в этом Международная Организация Труда, но теперь новая напасть. Вроде бы Росстат согласен, даже, значит, сделали методологию, как надо собирать информацию о зарплате, но новая напасть. Нет денег на обследование, поэтому будет ли это обследование в будущем году, большой вопрос вообще. Ну, вот это вот то, что, значит, приходит в голову на эту тему. Теперь пару слов я скажу про рынок труда, потому что, в конечном счете, основная часть доходов – это заработная плата, заработная плата – это то, что мы получаем на рынке труда. И всех сейчас интересует о условиях кризиса, что будет с безработицей, в этот раз апокалиптических процессов, прогнозов уже гораздо меньше, чем было все предыдущие кризисы. Мы помним, что прогнозы были катастрофические, но сейчас все пишут, многие пишут, мне приятно это читать, что вот в России сложилась определенная модель, в кризисы наш рынок реагирует зарплатой, а не численностью. Ну, значит, мы не зря писали 15 лет своей работы, чтобы в это поверили. Значит, пока в статистике мы не видим реального изменения занятости. Рост безработицы есть вот в феврале по отношению к январю от 5,5% до 5,8%. Вопрос – это сезонность, это ошибка измерения или это эффект кризиса. Мы на это пока сказать не можем. Возможно, все понемножку. Но в любом случае безработица стартует с очень низкой точки. Почему она такая? Самостоятельный вопрос. И если будут вопросы, я готов, так сказать, на эту тему порассуждать. Можем ли мы сравнивать нашу безработицу в 5,8% например, с немецкой безработицей в те же 5,8% или это разно? Это тоже вопрос любопытный. Значит, и есть несколько обстоятельств, которые, как мне кажется, будут влиять на то, что безработица будет оставаться относительно низкой. И есть несколько обстоятельств, в том числе новых, которые ее все-таки будут толкать вверх. Значит, если говорить про то, что ее будет толкать вверх, ну, кризис – это понятно, но зависит от того, какая будет глубина и продолжительность спада. Это будет, понятно, толкать безработицу вверх. Значит, вверх будет толкать замораживание вакансий, практическое замораживание создания новых рабочих мест, понятно. Любопытная вещь этого не была в предыдущей кризисе – идея вверх высших руководителей снижать себе зарплату, потому что это теперь может стать модой и пойдет дальше. И тогда это поможет держать безработицу низкой. Ну да, значит, вверх может толкать безработицу структурный сдвиг, который произошел. Что я имею в виду? Если в 2006 году еще основным работодателем отраслевым была обрабатывающая промышленность, то сейчас торговля. В торговле занято 20 с лишним процентов от всех занятых, в обрабатывающей промышленности около 15 процентов, а торговля не будет, а если прочие услуги, значит, не 20, а еще больше, и этот сектор не будет реагировать ни на какие запреты. Магазины закрываются, все на улице. Значит, если представить себе, что есть такой механизм, который сдерживает сокращение занятости, как издержки увольнения, которые встроены в трудовой кондекс, то в торговле они эффективны гораздо ниже, хотя формально такие же, ну, потому что мониторинг хуже, инфорсмент хуже, и как бы малые предприятия, которые закрываются, и привят. И никакие административные механизмы, там, запреты, там, нажимы работать не будут. И это будет, конечно, может гнать безработицу существенно вверх. Но в то же время, да, еще одно обстоятельство может проявиться, пока его нет, и намеков нет, это пособие. Потому что наша низкая безработица в значительной степени функция низкого пособия. Значит, вот если нарисовать кривую, как менялась за все годы безработица, и если нарисовать кривую показатель соотношения среднего пособия по безработице к средней зарплате, можно подогнать шкалы, масштабы таким образом, что они практически совпадут. Значит, играя пособием, можно гонять безработицу вверх-вниз, сделать ее таким рукотворным явлением. И если в какой-то момент придет идея поднять пособие, то это само по себе даст приток безработицы. Но целый ряд факторов будет работать против безработицы. Прежде всего, сокращение численности населения, демография в трудоспособном возрасте. Другой демографический фактор – это сокращение естественной нормы безработицы за счет сокращения доли групп, имеющих максимальный риск. Это молодежь и люди с низким образованием, соответственно, старшее поколение уходящее. Сдерживать безработицу будет пособие низкое, как я сказал, если ничего не произойдет. Снижение зарплат, которое в феврале уже минус 10% в реальном исчислении. Ну, понятно, номинали не растет, инфляция, которая все съедает, в результате минус 10%. И будет против безработицы работать рост неформальности, который шел все это время. Да, то есть, как бы, вполне возможно, что и особо большой безработицы мы не увидим. Но цена этого будет, это будет сокращение доходов. Как далеко оно пойдет, ну, я думаю, что можно только гадать. Можно только гадать. Если доходы начнут сжиматься сильно, вообще это, всю эту историю, которую Лилия Николаевна рассказала, вся эта история, она может на ближайшее будущее сильно модифицироваться. Мы находимся в этом смысле в точке перелома. Ну, он, наверное, еще не произошел, но, так сказать, картина может поменяться очень сильно. И бояться нужно не того, что станет меньше занятых, их, наверное, не станет, потому что ни работать, ни возможности у нас нет. А получать гораздо меньше возможность такая, слава Богу, есть. На этой оптимистической ноте я и завершу. Спасибо. Да, оппонентам мы вопроса не задаем. Значит, сейчас повод представляю на линии Дмитрия Николаевна. Это как раз то, чего ждет Лилия Николаевна, рассказ о настроении. Я поняла, да. Что бы я ни собиралась сказать изначально, Лилия Николаевна задала тему того, чего я на самом деле буду говорить. Я, к сожалению, не в курсе сути вашей дискуссии с Львом Дмитриевичем по поводу социальных настроений и реальных доходов, поэтому кто что сказал, я не знаю, поэтому буду говорить от себя. Дело в том, что совершенно авторитетно заявляю, как человек, который создал индекс социальных настроений Левада-центра, что этот показатель и показатель реальных доходов населения – это очень разные вселенные. Они никак… Я не могу сказать, что они никак не пересекаются, потому что их точкой пересечения является общество в целом. Это просто разные способы измерить разные ипостаси общества. Помимо этого, здесь существует чисто измерительная проблема, которая состоит в том, что если динамика реальных доходов – это, наверное, как экономистам, не надо здесь объяснять экономистам, что такое базисный индекс, это базисный индекс реальных доходов населения, то индекс социальных настроений – это конструкт, который… И как базисный индекс этот показатель может измеряться от нуля до плюс бесконечности, вообще-то говоря. Индекс социальных настроений – это конструкт, область изменения которого очень ограничена, от нуля до ста, и все. И поэтому просто, например, для того, чтобы сопоставлять динамику социальных настроений и динамику реальных доходов населения, о реальных доходах населения надо говорить в терминах второй производной, то есть в терминах изменения прироста. И тогда, конечно, картина становится гораздо более похожей, чем вот то, что продемонстрировала Лилия Николаевна, то есть в периоды снижения реальных доходов населения социальные настроения тоже так или иначе ухудшаются. К сожалению, я не предполагала никаких презентаций, но динамику этого индекса и более подробно его компонент можно посмотреть на сайте Ливада-центра, имею в виду индекс социальных настроений. И пользуясь, вот значит, я хочу немножко побольше рассказать, почему это разные вселенные, почему индекс социальных настроений далек от реальных доходов населения. С самого начала было желание построить некий показатель уровня оптимизма общества, имея в виду, что вот этот самый общий настрой, который присутствует как такое общее умонастроение совокупно всех людей, это весьма мощный субъективный фактор, который формирует и оказывает существенное влияние на поведение людей в самых разных своих общественных ипостасях, на поведение людей как электората, на поведение людей на рынке труда, их готовность или не готовность терпеть ущемление на рынке труда, готовность или не готовность, например, увольняться или терпеть снижение заработной платы, ну, как электората я уже сказала, готовность или не готовность, а, принимать участие в выборах, б, голосовать за тех или иных кандидатов. Ну и изначально, конечно, для нас было интересно, для меня было интересно, это влияние вот этих самых общественных настроений на экономическое поведение населения, на поведение потребителей. И, собственно, сам этот самый индекс социальных настроений, он, ну, если уж совсем вдаваться в историю, в начале 90-х годов, тогда еще в Овциоме, мы начали измерять индекс потребительских настроений, один из таких первых инструментов той самой бихевиористской экономики. И Юрий Александрович Левада очень заинтересовался этим проектом, ему очень нравились эти картинки, и он попросил меня сделать то же самое, но только для общества, не для экономического поведения, а для общества в целом. Ну, собственно говоря, вот с этого все и началось, и был сформирован такой вот пакет из 12 вопросов, которые теперь уже регулярно задаются респондентам Левада-центра. И из этих 12 вопросов был состроен уникальный один показатель, возможность такого вот объединения, она была математически обоснована, и я не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что, значит, вопросы, на которых строится индекс социальных настроений, ни один из них напрямую не измеряет динамику денежных доходов населения. Самое близкое, что там есть, это вопросы о динамике, как сказали бы скорее экономисты, такое качество жизни, как изменилась ваша жизнь в целом. Вторая группа вопросов, и вообще, какое у вас настроение, это очень сильный показатель, какое настроение, не у вас конкретно, а вот когда, если опросить всех, то оно бывает очень разным, и это существенный показатель. Затем это была показатель, группа вопросов, связанная с оценками ситуации в стране в целом, группа вопросов, связанная с ожиданиями, как личными ожиданиями, так и ситуацией в стране в целом. А в целом тоже это экономическое и политическое развитие страны. И четвертый компонент – это оценки руководства страны. Собственно, вот четыре компонента, ни один из них напрямую не измеряет динамику финансовых ресурсов домохозяйства. И тем не менее, человек един, и в том числе динамика финансовых ресурсов – это один из важнейших компонентов, который определяет все его различные настроения. Интригой последнего года, которая очень увлекла, я знаю, Льва Дмитриевича Гудкова, интрига последнего года состоит в том, что, последних полутора лет, состоит в том, что вот эти четыре компонента, о которых я говорила, они, их динамика вдруг стала на протяжении, там, первой половины, конца 13-го, первой половины 14-го года, она вдруг стала разнонаправленной. На протяжении, там, примерно начиная с 10-го, 11-го года, субъективные оценки социальных настроений, субъективные оценки потребительских настроений, они, ну, стагнировали с таким вялым отрицательным трендом. И именно так оно все происходило, вплоть до разворачивания украинских событий. И при этом стремительно снижались оценки действий руководства страны, просто опережающими темпами снижались после 2008-го года. Это очень хорошо было видно вот на этом самом инструменте индекс социальных настроений. Массовое одобрение позиций российского руководства в украинском кризисе привело к тому, что буквально за несколько месяцев 2014-го года все потери имиджевые, которые потерпело руководство страны с 2008-го года, они были компенсированы. И на фоне стагнирующих оценок экономической и политической ситуации в стране в целом, стремительный рост одобрения руководства страны привел к некоторому росту индекса социальных настроений. Весной 2014-го года даже к некоторому росту потребительских настроений. В общем, не было предела общественному оптимизму. Но этот предел на самом деле уже сейчас очевиден, потому что начиная с лета прошлого года произошло как раз вот это самое раздвоение общественного сознания, когда продолжали расти оценки одобрения действий властей и начали стремительно снижаться. Но нет, я не права, они стремительно сначала вяло снижаться, а к концу года весьма стремительно снижаться оценки экономического и политического развития страны в целом и ожидания относительно личного материального положения. Индекс потребительских настроений в декабре рухнул на беспрецедентный за последние 20 лет 12 процентов. В декабре месяце, когда обычно декабрь – это месяц покупок, это месяц торжества потребителя, в этом декабре все было наоборот. В 12-м году в декабре мы тоже были свидетелем снижения и индекса социальных настроений, и индекса потребительских настроений, но не такого драматического. Поэтому, ну в общем, что я хочу сказать. Индекс социальных настроений тоже снижается, его компоненты более или менее приближены к оценке материальных условий жизни людей и семей, они снижаются очень сильно, и это происходит. Что касается субъективных оценок уровня материального достатка, вот до сих пор, несмотря на то, что население и в таких косвенных характеристиках типа индекса потребительских настроений, демонстрирует полную уверенность в том, что мы входим в кризис, оценки уровня материального достатка, они пока, в общем, особенно сильно не ухудшаются. Это правда. Вообще, нынешнее вхождение в кризис, вы правильно показали, у российского общества уже есть значительный опыт экономических кризисов, нынешняя траектория вхождения в кризис с точки зрения населения, она необычна, потому что если 98-й год, ну, я вот про 95-й год не помню особенно, а вот 98-й год и 2008-й год непосредственно развитию кризисной ситуации предшествовал такой потребительский бум и существенный рост денежных доходов населения. В нынешнем кризисе такого не было. Снижение потребительской активности мы наблюдали уже последние года два, начиная примерно с 2012 года, а с 2013 года розничный товарооборот по товарам и услугам уж точно совершенно перестал быть источником роста ВВП. То есть, действительно, вы правильно, я с вами совершенно согласна, говорите о том, что частный и конечный потребитель в нашей стране стал важным источником, важным драйвером динамики ВВП. Так вот, этот самый важный драйвер динамики ВВП исчерпал себя еще до начала кризиса, он исчерпал себя еще в 2013 году. То есть, в этот раз мы в кризис ходили немножко, как бы, с такой, уже с низкой позиции. И это первое. Очень показательный, буквально последнюю минуту, я хочу, как мы все сидим в Москве, я хочу рассказать про, значит, москвичей. К счастью, помимо Москвы, за последние 15 лет выросли другие экономические центры в нашей стране, и Москва перестала быть таким совсем уж бельмом на глазу российского общества, таким богатым... Сосредоточением богатства. Это было очень заметно в кризис 2008 года. Этот кризис, вот согласно нашим опросам, исследованиям, этот кризис москвичи почти не заметили. Ну, произошло некоторое ухудшение экономической ситуации, да, там самые простые работы, та же самая торговля, она потеряла какое-то количество рабочих мест, но в Москве в торговле, в общем-то, москвичи-то и не работают. Ну, кто потерял работу, те уехали, москвичи остались при своих. А вот в нынешний кризис москвичи воспринимают его гораздо острее, чем остальная страна, и негативный настрой среди москвичей, он был заложен, он таки связан с социальной ситуацией, не только с экономической, и он был заложен в 2012 году на фоне тех, того недовольства недемократическими условиями выборов, которые были выражены в 2012 году в демонстрации. Вот с тех пор социальные настроения москвичей, а и потребительские тоже, существенно ниже, чем в остальной стране. И даже финансовые настроения, мы еще один индекс создали для Сбербанка, индекс финансовых настроений, даже по этому показателю москвичи сейчас демонстрируют наибольший пессимизм или наименьший оптимизм. Вот, я просто перебрала время, поэтому я пока больше... Так что, правильно ли сказать, что в Москве уровень жизни выше, а настроение ниже? Они... да, да, да. Ну не ниже, чем везде, но заметно ниже, чем могли бы быть. Ну что, спасибо. Пожалуйста. Можно, чтобы показывали нам? Ну вот я как бы, я так понимаю, что у нас сегодня семинар в виде дополнений, чем нежели оппонирование основному заказчику, докладчику, да. Пожалуйста, можно я подчеркнуть. Десять минут. Да. Если попросить, я добавлю. Не-не-не, я просто хочу в этом ключе тоже выступить и рассказать про то, что нам повезло немножко больше, чем Владимиру Ефимовичу. У него денег на опрос нет, а у нас вроде оказалось. И причем профинансировал этот опрос Министерство финансов. Более того, оно сейчас весной финансирует вторую волну этого исследования. То есть это называется исследование потребительских финансов, обследование потребительских финансов. То есть вот если кто-то в курсе, привет. Это такой американский опыт, Consumer Finance Survey, когда речь идет именно о том, чтобы выяснить, сколько у людей на руках денег, кредитов, не просто есть они или нет, а в каком объеме, сколько в количестве. И нам повезло в каком-то смысле, потому что вот мы как раз делали анкету, потом анализировали эти данные. Я просто хочу из этого исследования, и мы, кстати говоря, еще сильно бьемся с тем, чтобы Министерство финансов дало эту базу данных в общественное пользование, в академическое как минимум. Надеюсь, что рано или поздно мы победим в этой борьбе. И я вам просто покажу некоторые картинки из этих данных, которые как раз говорят к тому, насколько, каков жирок, накопленный жирок у населения России в отношении вот этих финансовых, нефинансовых, материальных активов. Ну, здесь я пропущу вещи, связанные с описанием этой выборки. Ну, это 6 тысяч респондентов, базу данных собирал демоскоп, все здесь, в этом смысле, мы проверили. Очень много там было кросс-чекингов разных, и можно сказать, что, несмотря на то, что вопросы, конечно, сензитивные, то есть эти вопросы о деньгах, наверное, более сензитивны, чем мы, если бы мы спрашивали людей о каких-нибудь там их более интимных моментах, то есть деньги – это интимная вещь. Но, тем не менее, по нашим оценкам, более или менее, мы замерили адекватно тому, что мы знаем об этом объекте, по другим опросам в том числе. Понятное дело, что здесь нет супербогатых, потому что вот этот американский опыт такого исследования, он предполагает наличие такой дополнительного флюса на наиболее богатых граждан страны. Но у нас, к сожалению, нет возможности, потому что у американцев это происходит за счет статистики из налоговых органов, и тогда там формируется специфический выбор, который репрезентирует этих богатых. У нас таких данных нет, поэтому мы, поскольку мы вообще немножко опасались, сможем мы это сделать или нет, адекватно хотя бы для всех небогатых, за исключением супербогатых россиян, поэтому мы сконцентрировались только на основной выборке без суперфлюса на богатых. Ну, что мы получили по активам. Ну, здесь как раз есть сравнение, поскольку эта методика, она адекватна тем, что той методике, которая есть в США и в странах еврозоны, то вот мы получили первый вывод такой очень интересный, это то, что россияне в отношении собственного жилья обгоняют как американцев, так и европейцев. То есть доля домохозяйств, которые имеют в собственности жилье, она намного выше, чем в этих других странах. Финансовые активы ниже. Ну, как бы это пока охват. Если говорить о стоимости этих активов, то финансовые активы не так велики. Вы видите, медианные, вот здесь значения среднеарифметические, но по финансовым активам медианы 15 тысяч рублей. По нефинансовым активам медианы, конечно, выше, там миллион 700, но в основном за счет основного жилья, который находится в собственности у тех, это основное жилье, то есть продать достаточно проблематично. Если говорить о финансовых активах, то в целом есть у 74% населения, но это, так сказать, широкий самый такой показатель. Понятное дело, что большинство имеют это текущие счета в банках. В следующий слайд я вам покажу, какие там деньги на этих счетах, поэтому, в принципе, когда мы говорим о сбережениях, вот о том же рке, там, или о тех финансовых ресурсах, которые не идут, потому что на руках населения есть деньги на текущее потребление, в основном они сосредоточены на текущих счетах. Вот если мы возьмем срочные вклады, там, металлические банковские счета, как некое такое из иск ценные бумаги или сбережения в наличных деньгах, то у нас получается, что такими ресурсами владеет меньше 50% населения, это около 45% россиян. Ну, тут мы посчитали уровень банкизации, посчитали, сколько людей имеют только наличные деньги и больше ничего, оказалось не так много, всего 10% россиян держат деньги только под подушкой, больше ни в каких финансовых инструментах, никакими финансовыми инструментами не пользуются. И вот теперь про стоимость этих финансовых активов, да, сколько, какова, ну, на медиану мы смотрим, потому что, чтобы на выбросы не особо обращать внимание, вот, если взять все финансовые активы, то медиана 15 тысяч, то есть это не так много, текущие счета в банках 7,5 тысяч, да, сбережения в наличных деньгах 8 тысяч, займ и частным лицам, ну, это когда дали в долг своим знакомым родственникам 7,3 тысячи рублей, срочные вклады, конечно, тысяча, 100 тысяч рублей, но сколько их, их 9, и 9, то есть 10% населения, ну, и дальше, конечно, там совсем уже экзотические виды, то есть, к чему я это говорю, что, в общем-то, когда мы смотрим на макро-статистику и видим в потоках увеличения доли доходов, идущих на сбережения, в общем-то, как мы видим, что не получается накопить уж такие значительные вещи, в общем-то, трудно сказать, что мы имеем дело с очень, хотя, если учитывать именно то, что жилье находится в собственности, то, в принципе, ситуация выглядит не так плачевно, но собственное жилье, здесь, мне кажется, что трудно говорить о том, что это какой-то такой актив, который может быть использован для какого-то развития, драйвером роста мог бы служить. У меня еще есть картинки про кредиты, но там я не буду их показывать, потому что время уже выходит, там основная идея, у нас была интерес посмотреть, насколько перекредитованы, вот, что в 2012 году. Покажите, так, чтобы мы быстренько посмотрели, и потом эти ваши картинки появились в нашем сайте. Я поняла. Ну вот, перекредитованность, значит, вообще, как бы, идея о том, что есть какие-то индикаторы перекредитованности, вот мы пытались их найти, посмотреть какие-то пороговые значения, что вот если достигло такого-то уровня, то все, мы можем говорить о перекредитованности, их нет, потому что разные экономики в разной ситуации могут находиться, и для одних стран один уровень нормален, для других другой, поэтому здесь может идти речь только о сравнении, некоторым сравнением межстрановом этих показателей. Ну вот, например, первый показатель охват кредитами населения. В России, если мы возьмем все кредиты на покупку недвижимости, транспортных средств, потребительские нужды, целевые образовательные кредиты, кредитные карты, займы даже в ломбардах, займы у частных лиц, то в целом по всем кредитам мы получаем 36,1% населения, которое в текущий момент имеет такой займ. Ну, текущий, это был осень 2013 года. Если убрать ломбарды и займы у частных лиц, то это около 32% населения, то есть же каждый третий, условно. Если сравниваем с США, там 74% имеют текущий кредит, 75%, видите, практически. Страны еврозоны 44%, то есть охват кредитами в России, конечно, намного меньше. По стоимости, значит, в целом по всем кредитам и займам, это, ну, по отношению к тем, кто имеет, естественно, такие вещи, это 214 тысяч рублей. В основном самые большие займы, это, конечно, покупка недвижимости. Если говорить о перекредитованности, то весь возникает какая проблема, что по как бы макро-статистике есть такие показатели, как отнесение объема кредитов к ВВП или к денежным доходам населения годовым, там у нас, в принципе, очень благоприятные картинки. Сейчас я найду, по-моему, тоже здесь они есть. А, нет, сейчас, одну секундочку. Нет, нет, в этой презентации нет. То там получается довольно-таки благоприятная картинка, потому что мы позади планеты всей. Но вот когда мы смотрим на микро-статистику и сравниваем объем всей текущей задолженности к объему всех активов финансовых и не финансовых, у нас, конечно, получается очень небольшая цифра, 5,6% по отношению, по сравнению с США, где 16,4%. Но мы из моей предыдущей части презентации помним, что в основном у нас не финансовые активы это жилье. Поэтому по а у американцев картинка другая, финансовые активы составляют большую долю. Поэтому опять этот показатель не такой уж низкий. Если мы смотрим на отношение объема всей текущей задолженности к объему годовых доходов, то мы видим, что мы даже больше, чем у американцев. 14,5% по сравнению с 11,7%. С чем это связано? С тем, что на Западе основная часть кредитов это недвижимость. Кредиты на недвижимость, ипотека. Они долгие и, соответственно, маленькие очень выплаты по ним. Низкий процент и долгий срок, поэтому на текущие доходы нагрузка не очень большая. У нас это короткие кредиты с высокими процентами, поэтому нагрузка выше, поэтому действительно прикредитованность в этом показателе в общем, за аккредитованность я бы сказала несколько выше, чем у американцев. Но вот такие общие цифры они не как бы характеризуют в целом, то есть они уже как бы на пороговых значениях, пороговых условно сравнений с другими странами, но мы можем увидеть, что есть определенные группы населения, которые более заккредитованы, чем все остальные. И этими группами являются наиболее низкодоходные первые, квинтельная группа, и люди, проживающие в мелких населенных пунктах, и вот в городах от 500 до миллиона человек. Там вот эти показатели, например, как отношение суммы среднемесячных платежей по кредитам к совокупному месячному доходу, выше, чем в среднем по выборке и в среднем по другим населенным пунктам и доходам. Мы еще посчитали такие там есть у итальянцев, одних из Центробанка итальянского, есть критерии некие перекредитованности, мы там набрали несколько этих критериев о просрочке, несколько кредитов, тут в принципе показатели в среднем получаются не очень большие. Но опять когда мы говорим по каждому кредиту, мы смотрим по группам населения, мы опять видим более высокие значения в группах с наименьшими доходами и в малых населенных пунктах. То есть в принципе можно сказать про перекредитованность или закредитованность российского населения, что в целом ситуация более-менее благоприятная, но она не очень хороша, потому что у нас нет длинных кредитов, а есть короткие потребительские дорогие, поэтому нагрузка на бюджет выше. И особенно сложная ситуация именно в мелких населенных пунктах и в низкодоходных группах населения. Вот если взять все эти критерии перекредитованности, там три признака в результате мы оценили, то если жесткий критерий использовать, то где-то один процент населения от домохозяйств доемщиков имеют все три признака этой перекредитованности. То есть в принципе в целом не такая уж большая проблема. Ну вот. Спасибо большое. что-то говорит. Теперь как бы следующий акт драмы. Он заключается в том, что вы можете в них идти. Ну попутно если будут вопросы, то вы имеете ввиду, что по крайней мере я заключительное слово дам. Поэтому вы можете задавать вопросы и так сказать также пожалею и нашим оппонентам они тоже получат возможность коротко выставить. Кто желает? Пожалуйста. все-таки задать вопрос не замечал ни одного. Есть вполне конкретный вопрос, который не был отражен ни в выступлении, ни в комментариях. Все-таки вот мы сфокусировались на динамике реальных доходов. строго говоря, изменение реальных доходов не столь уж драматично. Там колебания 5-6 процентов это прямо скажем не катастрофа. А вот колебания реального эффективного курса рубля все-таки 30 процентов удешевления реального эффективного курса рубля. Это уровень 2005 года. По сути еще самый разгар потребительского начала потребительского бума в России, который в общем-то основывался на росте потребления прежде всего дешевых импортных товаров. Вот это обстоятельство. Как эти серьезные структурные сдвиги, связанные с удорожанием импорта во всех его ипостасях, импорта товаров, импорта услуг, импорта капитальных благ, потенциально может повлиять на модели поведения потребительского и на такие параметры, как, например, структура и уровень бедности в стране. Вот может быть, Людмила Николаевна могла прокомментировать этот вопрос. Ну, спасибо за вопрос, Михаил Гоныч. Я хотела бы сказать о том, что я действительно обошла в своем выступлении вопрос, а что в общем-то ожидается в ближайшее будущее и акцентировалась на том, что пока нет никаких драматических изменений. и действительно вот ситуация с высокой долей импорта в потреблении и не только домашних хозяйств, но и населения, живущего за пределами домашних хозяйств, в частности, например, или отдельных категорий населения. Вот, например, сейчас под ударом стоит программа реабилитации инвалидов, потому что выяснилось, что на 90% все средства реабилитации это импортные средства, а мы сокращаем значит на 10% бюджет. По всем статьям мы всегда везде примерно одинаково сокращаем, не дифференцированно и выясняется, что вот если сектор домашних хозяйств, он еще как-то имеет возможности для маневра определенного, потому что ну домашнее хозяйство принимает решение достаточно узким кругом, где сэкономить, а где скажем так не сэкономить, то вот зависимость потребления таких общественных благ, она вообще-то вот создает порой более драматичные такие вот сюжеты, нежели потребление сектора домашних хозяйств, но все-таки потребление сектора домашних хозяйств. Да, мы здесь ожидаем изменения структуры и мы ожидаем, что она, что вот это вот изменение пойдет по такой, скажем так, вот, ну, классической пока что схеме, в частности, первое, на что отреагирует сектор домашних хозяйств, это на снижение потребления туристических услуг. Второе, мы ожидаем снижение потребления услуг в сфере культуры. И следующее, скажем так, снижение, мы ожидаем снижение потребления, вот, ну, так сказать, вот, я их называю гаджеты, вот этих вот, потому что это, и что мы в данном случае подразумеваем под снижением потребления, надо бы, наверное, еще уточнить. Вот обновление, сроки обновления ряда потребительских товаров, включая автомобили, у нас оказались очень короткие эти сроки, то есть, вот в плане обновления автомобилей мы даже обгоняем вот европейские страны и, скажем так, ну, в общем-то, приближаемся к, даже, наверное, обогнали уже американцев по разным ощущениям, по разным показателям измерения. Поэтому вот будет в первую очередь запущена стратегия продления сроков, в том числе и вот мобильных телефонов, смартфонов и других вот средств мобильной связи. Не отказ от них, а именно вот сначала продление сроков. Как бы есть такое ощущение, что до отказа от потребления вот очередь не дойдет, что экономика развернется раньше в сторону роста, нежели наступит история именно вот с отказом от потребления. Что, скажем так, заканчиваю, да, простите. Значит, что мы еще ожидаем? Мы все-таки ожидаем, что вот люди, принимающие управленческие решения задействуют потенциал домашних хозяйств, именно потенциал, они срежут вот эти накопленные ресурсы для того, чтобы запустить новые драйверы развития. Но вот этот кризис будет более долгим, хотела воспользоваться случаем, ответный вопрос, чем были все предыдущие. Во все предыдущие история заканчивалась с падением в течение года. Сейчас мы ожидаем, что это падение будет как минимум 14-й, 15-й, 16-й. Спасибо. Еще пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, довольно широкий, в продолжении предыдущего. Насколько, по вашему мнению, вопрос, наверное, в первую очередь к Лидии Николаевне, хотя если другие участники ответят, тоже будет интересно. Насколько, по вашему мнению, потребительское поведение российских домашних хозяйств определяется фундаментальными факторами, такими, как доход, а насколько именно настроениями, про которые сегодня много говорили? Ну вот, Владимир Ефимович нам рассказывал, есть ли специфическая модель потребления в России? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что такого вот аргументированного ответа на ваш вопрос у меня нет, потому что такого рода исследований мы не проводили. Но то, что есть, скажем так, некоторое перепотребление по ряду позиций, является ли это особенностью российского рынка труда? Кажется, что является, потому что вот это стремительный запуск драйвера роста в качестве потребительского поведения населения по ряду позиций сформулировал перепотребление. И, пожалуй, вот это отличительная особенность, ну, где-то, которая начала ярко проявляться с 2005 года. можно я допустим? Да, пожалуйста. У меня, наверное, есть совершенно конкретный ответ на ваш вопрос, потому что в рамках измерения динамики потребительских настроений, индекса потребительских настроений, вот этой идеологии бихевиористской экономики, я время от времени оценивала для российской экономики модели динамики розничного товара оборота товаров и услуг в зависимости от денежных доходов и потребительских настроений. И, во-первых, должна вам сказать, что такую модель удается построить и оценить. И первые оценки, сделанные в начале века нынешнего, они показывали довольно скромное, устойчивое, отличное от нуля, но довольно скромное влияние настроений. А вот оценки, сделанные за период после кризиса восьмого года, они показывают, что настроение влияет так же сильно, как влияет доход в предыдущем. Вы знаете, наверное, что обычно, когда строят подобного рода потребительские модели, берут связь в текущий период и оценивают также влияние дохода в предыдущий период. Так вот, оказалось, что влияние настроений такое же сильное, как у дохода в предыдущий период. То есть, условно говоря, один прирост, один процент улучшения индекса потребительских настроений обеспечивает 0,2% прироста товарооборота при неизменных доходах. Вот это вот по данным за период с 2008 по 2013 год или 2014 даже, даже начало 2014. Не помню точно. А можно я вообще тоже, извините, короба? Короба не будем. Все же будут. Понимаете, люди хотят выяснить. Я вам так, вы скажите короба. Ну вот на этот вопрос есть индекс потребительских настроений, он придуман Джорджем Катоной, который свою модель придумал по поводу сбережения и сберегательного поведения. Его идея такая, что если не о классической модели, она исходит из того, что люди сглаживают потребление, когда доходы выше перманентного, они откладывают, когда ниже кредитуются или тратят сберегать, сбережения. Вот Катон, он ввел как раз интересную модель, что ожидания влияют на этот выбор каким образом, что если прошлый период был негативный и люди имеют негативные ожидания на будущее, они вместо того, чтобы делать сбережения, их тратить, они начинают делать ровно обратное, потому что когда доходы растут, они как бы переходят на новый уровень потребления, поэтому вместо сбережения делают, ну, кредиты берут, и ровно обратное. И вот как раз абсолютно я хочу подтвердить слова Марина Красивниковой, что действительно после 2008 года мы просто наблюдали с точки зрения экономистов, наверное, неоклассического такого типа, удивительный фактор. У нас финансовый кризис, а люди все понесли деньги в банки и откладывают там сбережения. Вот этот эффект как раз вот этого, что были долгосрочные негативные ожидания, поэтому лучше сберечь сейчас, потому что могут наступить более плохие времена, и плюс банки были молодцы, они дали хороший процент выше инфляции, первый раз за долгие годы реальный процент в банках стал положительным. И вот это легко объясняется как раз идеей моделью Катона, чем нежели неоклассическими моделями. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Ну, наверное, Клить Николаев, а может быть и другим докладчикам вопросам. Да, вопрос, вопрос, если можно. Значит, мы ну, последний там год, наверное, были свидетелями совершенно беспрецедентной волны ненависти, которая захлестнула в сторону, что-нибудь сильное влияние телевизора невероятное. Мне уже приходилось слышать, правда, такие еще недостоверные влияние этого фактора на состояние здоровья населения, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, ну, все это жить там месяцами, годами в остановке ненависти. А вот на остальные настроения, вот именно этот фактор смотрения телевизора, ничего не отмечено? Я такими исследованиями точно не занималась, не могу вам сказать. Ну, я думаю, что, конечно, те люди, кто много смотрит телевизор, наверное, какие-то проблемы с психическим здоровьем могут испытывать, очень вероятно. Но я в связи с этим вспомнил, там есть одно интересное исследование, оно значит, последствия кризиса, это в Канаде, на канадских данных изучалось с помощью потребления антидепрессантов. И люди, которые оказывались под давлением, они значимо увеличивали потребление антидепрессантов. Поэтому вообще то, что вы говорите, могло бы быть предметом для совершенно интереснейшего исследования. Но я боюсь, что его провести не удастся. Но ваша гипотеза имеет все право существовать. она не вообще интересна. Сколько говорили. Можно немножко добавить. Вот продолжение того, что сказал Владимир Ефимович, есть исследования, которые говорят, что в эти январские праздники выпили больше, чем предыдущий год. Больше, чем съели. Нет, чем предыдущий год. Поэтому если алкоголь тоже антидепрессант, то тогда есть одно наблюдение. Потому что купили больше в декабре, чем предыдущий год. Антидепрессанты ступьют сгорь, а если от радости... Не знаю, отчего пили велицарии. Тогда пили зато. Я слышал, что теперь главный медведь, это укры. А кто такие укры? Вот и я имею, это украинство. Да что? Может это... Это я сама себя должна не отметить? Я слышал вчера в кафе МАН. МАН. Вот. И там рассказывали специалисты, которые занимаются изучением влияния средств массовой информации, в основном телевизора и там еще разных средств значит на настроение там про депрессантов говорят. Вот такой момент. Ну, это, наверное, американцев тоже. Как их называют у нас? Американцев как? Пиндосы. Пиндосы. Вот пиндосы и укрытия. А почему пиндосы? Я не понимаю, кто с тобой выросло. А немцы вообще. А кто не пиндосы? Я думаю, что вот если предпочтение и настроение вот известных ну, у нас 85 и 15, да, звериное число, это примерно так, в Царской России до 61-го года 15% свободно 85 рабов. Ну, это так, случайная корреляция. Вот исследовать всяческие предпочтения этой и той группы населения, это фантастически интересно. Да, спасибо. Кто желает выступить? Кто может задать вопрос тоже, конечно. Кто? Что, больше нет? Михаил Михаил Михаил, ну, вы же уже, так сказать, вопрос задали, теперь выступать надо. Я могу сказать вопрос, который меня больше всего интересует. я хорошо понимаю, что в России нужно производить серьезные изменения, потому что начиная с 2002-2003 года у нас произошли трансформации в институтах экономических, политических и после этого ну, вот то, что есть, то, как бы, почти не менялось. А сейчас вот такая нужда возникает. но если она возникает, предположим, какие-то институциальные изменения в правовой системе, политической системе, в экономике, например, то, что связано с местным самоуправлением и так далее. вопрос, что одновременно произошли какие-то крупные изменения в общественных настояствиях. Вы же, наверное, еще не изучали результаты выступления, ну, как бы, инициативы президента по поводу присоединения Крыма. Не изучали. Как это не изучали? Изучали? Ну, тогда скажите, вот просто интересно. Сейчас мне, например, ясно, что никакие перемены. Вот сейчас в смысле таких, которых мы ждали после выборов 2011 года, в начале 2012 года ничего этого быть не может. Народ весь, так сказать, отдался этим процессам. И что? На Крым наш? Да, нет, в смысле что? Да, отдался. Вот, отдался. Значит, ясно, что при таких настроениях власти побоится, а потом она и будет рада оставлять все как есть, потому что это нравится народу. Правда, вы сказали, что потом настроения поменялись к концу года. Настроения поменялись, а не... Вы тогда говорите все-таки, вот он уже взял. Не проще, да. Нет, настроения сильно-то не поменялись. Общая идея, охватившая общество. Я бы сказала так, что украинский кризис, если бы украинского кризиса не было, все равно надо было бы что-то придумать подобное для того, чтобы восстановить стремительно сужающуюся и ухудшающуюся легитимность и способность власти влиять на общество, потому что этот процесс после 2008 года шел весьма стремительно вниз. Нужно было что-то делать и в этом смысле... Это, по-моему, ваши данные. 27% было накануне февраля 2014 года. 27% чего? Это, так сказать, голосование за... Наверное, да, я наизусть, как человек, который сидит около цифр, я не помню ни одну цифру наизусть, потому что они у меня все вот в компьютере или на экране. Но тенденция, да, то есть, тенденция такова, что если бы не было Украины, надо было придумать какую-то другую маленькую победоносную... То есть, вот, как бы, стратегия маленькой победоносной войны, она полностью себя оправдала и принесла, ну, просто божественные результаты для ныне действующей власти, укрепила ее необыкновенно... И это сейчас никто не ставит под вопрос, ни низкодоходные, ни высокодоходные, ни жители провинции, ни москвичи... Даже едут. Да, да, мы говорим о том, что в Москве очень низкие, самые низкие социальные настроения, но это все равно означает, что 70% москвичей одобряют действия президента, это означает, что больше половины москвичей считают, что страна идет в правильном направлении и так далее. Мы такого не видели еще два года назад и рядом такого не было. Еще одно обстоятельство, которое... Можно еще три минуты? Три минуты нет. Тогда... Полторы. Я просто хочу сказать, что вот этот самый инструментарий индекс социальных настроений, он оказался очень хорош для структурного анализа. И он, в частности, позволил выдвинуть и подтвердить гипотезу, которая состоит в том, что в периоды экономических кризисов мы... На дне экономического кризиса мы видим всегда всплеск патернализма в обществе. Это вот хорошо видно на тех картинках, которые можно сделать из компонента индекса социальных настроений. Мы сейчас на дне или идем на дно экономического кризиса. Поэтому сейчас мы в том числе есть дополнительный фактор, стимулирующий патернализм. К чему толкают? К тому, чтобы... Чтобы передавать всю инициативу и ориентироваться на решение власти и ничего не делать самим. Можно два слова? Мне кажется, что взаимосвязь между экономическим положением и социальными настроениями, она, конечно, существует, но она не такая прямолинейная. В нулевые годы мы вошли очень бедной страной. Из нулевых мы вышли небедной страной. В нулевые годы реальные доходы, реальные, росли на протяжении целого ряда лет, двузначные ежегодно, заработные платы росли двузначные. Это совершенно немыслимые вещи. Мы к этому, конечно, и многие к этому привыкли. Кризис девятого года, который, казалось бы, встряс, но он был относительно быстро преодолен. И пусть, так сказать, мы от этих двухзначных чисел значений роста доходов ушли, но все равно мы фактически не почувствовали больших потерь. А теперь мы входим в новый этап, когда каждый день мы будем беднее. Каждый день. За счет того, о чем говорил Михаил Игонич, за счет инфляции, за счет сокращения занятости, за счет сокращения реальной заработной платы. неповышения номинальной и сокращения реальной заработной платы. За счет роста цен на самые жизненно необходимые вещи. Про лекарства я уж не говорю. Мы будем беднее. Это означает, что новый длинный тренд, сколько он будет продолжаться, мы не знаем. Как это будет влиять на социальное настроение, можно гадать. я не думаю, что люди будут в восторге. Как только в голове начнет складываться разные вещи складываться и перед глазами будут появляться ценники наших побед, то социальные настроения тоже начнут каким-то образом меняться. Как это будет происходить, когда это будет происходить, я не знаю. но мне кажется, и тут у меня своя дискуссия с Левада Центром и с Гудковым по поводу того, что мне кажется, что с некоторых пор это не только Левада Центра касается, это касается всех организаций, проводящих опросы, есть определенное смещение, что люди, оно усиливается, что люди, которые могут иметь другую точку зрения от доминирующей, у них сокращаются в силу разных обстоятельств, прежде всего в силу самоотбора, сокращаются шансы попадания в выборку. И таким образом обследования нам будут смещаться в сторону более консервативных групп населения. Я могу это развить, но вкратце мне кажется, по поводу настолько быстро люди увидят ценник в магазине и поймут, что это ценник нашей победы, мне кажется, что человек все-таки оценивает свое положение или чувство счастья, чувство удовлетворенности не в связи с абсолютными величинами, а в связи с тем, как могло бы быть. И вот до тех пор, пока ощущение будет, что могло бы быть так, как есть сейчас на востоке Украины, до тех пор эффект все-таки эйфории будет достаточно силен. И, соответственно, до тех пор, пока телевизор будет показывать вот эту другую картинку, то люди будут видеть, что у нас цены, конечно, выросли, уровень жизни упал, но это еще не так ужасно, как вот там. И это, в общем-то, будет поддерживать оптимизм, особенно в условиях, когда в таких сложных ситуациях люди возлагают надежды на государство и поддержку государства. Спасибо. Ну что, кто-нибудь выступит? Нет? Пожалуйста. Здравствуйте. Я не экономист, не социолог, я всего лишь журналист, поэтому прошу прощения за наивный вопрос. Вот меня интересует, в связи с чем возник этот, возможно, он и прежде был, но сейчас активизировался интерес Министерства финансов, сколько в кубышке у населения, да, в том или ином виде, и, соответственно, вот использование населения в качестве, ну, или каких-то его активов в качестве драйвера экономического развития, да, собственно, обычный гражданин России должен, ну, какую-то тревогу ощущать от того, что к нему такой интерес возник и к его активам. Спасибо большое за ответ. Нет, ну, здесь у вас уместилось две презентации из разных исследований, то есть, то, о чем я сейчас рассказывала, это появилось в результате большого интереса государства к повышению финансовой грамотности населения, то есть, вот больших два опроса было проведено, один на измерение уровня финансовой грамотности, другой на измерение поведения, посмотреть, что у людей с деньгами, как они поступают со своими деньгами, поэтому это как бы шло вне подготовки, там, к каким-то мобилизационным стратегиям, ну, с другой стороны, если ты знаешь, сколько есть денег, всегда можно воспользоваться этим знанием, поэтому здесь ни от чего не застрахованы, но единственное, что там, в принципе, не так много, так что, может быть, сильнее. Можно я добавлю? Я хочу сказать, что вот это вот тот редкий случай, когда населению не надо бояться, что его используют, потому что, когда... Бояться надо населению. Да, да, населению как раз надо гордиться тем, что оно становится все более существенным фактором, влияющим на экономическое развитие страны в целом. Это вот слова, может быть, не очень вам подошли, профессиональный жаргон экономический, но, по сути, это глубоко позитивное явление. Так, ну и что? Тут полно, полно, понимаете, квалифицированных людей. Никто из вас не хочет, выступить? Нет. Ну, нет, что делать? А кто не квалифицированных? Почему? Ну, помимо все выступают, что ее дополнять и вам проверять. Но настолько полно здесь все, что и дополнить нельзя, и не оппонировать никому. Ну, пожалуйста, аплодируйте. Да, какой же. Моя фамилия Дашевский, я историк-преподаватель, и слово мое будет очень короткое. Вот, из того, что тут нам рассказали, а потом стали говорить о том, как же вот социально-политические проблемы влияют в свете тех экономических проблем, которые возникают, то почему-то, как мне показалось, при ответах все сводилось к тому, что взлет шовинизма перекрывает финансовые экономические трудности. Но ведь из того фактического материала, который мы тут узнали, видно, что были еще так называемые лихие 90-е, это я применяю такой термин специально, и видно, что тогда было ну, гораздо хуже, чем сейчас. А ведь старшее и среднее поколение, которое более политизировано, чем нынешняя молодежь, как мне кажется, ну, не забыло эти так называемые лихие 90-е, так что, мало того, что взлет шовинизма, есть, как говорится, с чем сравнивать, реально было хуже, хуже, чем в 91-м, чем при советской власти. А тут вот, ну, временные трудности, а тут еще вот сказали, а тут еще сказали про то, что процентов банки по вкладам впервые стал положительным за все время, если я не ослышался, так это же вообще хорошо, такого давно не было. Поэтому, если взять вот этот взлет шовинизма, плюс память о том, что вообще-то было не так давно и хуже, что особенно хорошо помнит поколение, ну, скажем, моего возраста, но я уже, уж совсем не, даже мне уже под 70, а так вообще-то и подмоложе люди помнят. Вот. А тут еще и процент положительный, ну, знаете. Да. Еще кто-то? Можно помолчить, а кто? Нет? Пожалуйста, господин, молодая пора, землетрясающая. Я на самом деле, если позволите, обращу внимание на интересный момент, который был в докладе. То, что вы видите в статистике, что в декабре была якобы покупка валюте, а в январе продажа. Есть ли у вас некоторая оценка, какая доля населения продала? То есть, действительно, были люди, которые такую краткосрочную спекулятивную стратегию придерживались, да, заработать на курсе, да? Но просто интересно, ведь, все-таки осталась часть людей, которые сейчас переживают, что им делать дальше. То есть, есть ли у вас оценка, сколько еще сохранил? Спасибо. Дорогой, мы это каждый год продажим. В декабре покупают, к новому году, а потом продают, сдают деньги в сберкассу и подвозят. Я немножко выручу. Я хочу сказать, что вообще среди населения весьма невелика доля тех, кто занимается валютными спекуляциями. В лучшем случае один из десяти. Поэтому, вот, наверное, прежде всего ответ на ваш вопрос. 15 миллионов? А? 15 миллионов? В лучшем случае. А, хорошо. Ну, так не сто же пятьдесят? Нет, ну, садужим. Ну, не сто. Тогда заключительное слово предлагаю Леониду Николаевне, на этом мы заканчиваем. Ну, я понимаю, кем мы это. Вы знаете, я хотела воспользоваться правом заключительного слова для того, чтобы вот ответить на вопрос, который был по поводу того, вот, есть еще какие-то особенности потребительского поведения российских домашних хозяйств. Я вот об одной забыла сказать. Особенности это склонность нашего населения к запасам. Вот это, пожалуй, такая отличительная особенность, которая проявилась и в 98-м, и в 2008-м, и она проявилась сейчас. Причем она вот, ну, во всех доходных группах у каждого только свой был любимый товар. Поэтому вот когда, допустим, действительно, вот, допустим, наши зарубежные коллеги смотрят реакцию населения на, скажем так, кризисные ситуации, то вот вот эта возрастающая доля расходов на товары, она их немножко смущает, потому что западные потребители начинают сразу экономить в этой ситуации, понимают, что завтра не на что будет жить, а наши покупают товары. Но в некоторой степени эта склонность еще связана с тем, что всегда ожидается дальнейшее повышение цен. Поэтому вот это вот опять же эффект высокой зависимости от импортных товаров. Ну, в качестве заключения я хотела бы сказать, вот вы извините, я вот имя отчества ваше не запомнила, но вот ваше, да, ваше, но я хотела сказать, что вы очень коротко сформулировали вот то, что я хотела сказать, что действительно мне кажется, есть какой-то такой запущенный пиар-проект, суть которого, значит, говорить, что происходят какие-то ужасные перемены, там пособия проиндексировали, должны были на 12%, а проиндексировали на 5,5%, бюджет урезали на 10%, значит, вот и там, то есть, вот создается такой, какой-то вот портрет очень таких грандиозных негативных изменений, а потом, когда это прикладывается к реальным показателям, то вроде как все не так страшно, и вот я не психолог, но мне кажется, что здесь есть какой-то модератор этого процесса, который вот таким образом пытается завуалировать, ну, в общем-то, нежелание решать ряд серьезных экономических проблем, а вот второй пункт моего заключения, он заключается в том, что все-таки этот кризис, Евгений Григорьевич об этом сказал, я хотела еще раз на этом акцентировать внимание, открывает новый коридор возможностей для структурных изменений, и мне кажется, что вместо обсуждения экономического сообщества по поводу того, насколько процентов сократили бюджет, хотелось бы смещение в сторону того, что можно сделать сейчас, чего нельзя было сделать на волне высоких цен на нефть, когда денег было много, а есть некие сюжеты, которые можно было бы сделать, и вот на мой взгляд это связано со структурными реформами в тех секторах, где в основном оказываются услуги, в частности в образовании и здравоохранении, есть и в культуре и социальном обслуживании, вот там можно было бы сформировать такой тренд, когда социальная сфера становится не только усиливается та компонента социальной сферы, которая является драйвером развития. Я боюсь, что сейчас здесь произойдет срыв по многим начатым реформам, и это будет очень неправильное решение, потому что инвестировано много ресурсов в то, чтобы качество услуг в социальной сфере выросло за счет роста инвестиций, которые туда идут, и в том числе инвестиций населения. Но боюсь, что те патерналистские настроения развернут именно эту часть вспять. Поэтому единственные, кто могут здесь выступить и артикулировать эти сюжеты, это все-таки являются профессиональные экономисты. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы подумали о новых драйверах развития, которые формируются в условиях кризиса, когда цены на нефть падают. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, я тогда с вашего разрешения подведу черту. Я хочу, во-первых, выразить большую благодарность нашим участницам прежде всего Ленина Николаевна. На самом деле все было очень интересно. И очень интересны были выступления других наших коллег. Они, так сказать, немножко разнообразились и выступали потом. Даже не тогда, когда надо было отвечать на вопросы, а просто возникали какие-то идеи и так далее. Ну, аудитория оказалась несколько более спокойна или, по крайней мере, не изъявила желание, так сказать, принять счастье в дискуссии. Хотя у меня, честно говоря, была определенная надежда и она как раз была связана с тем, что меня мучит. А меня, вот я сказал, что меня мучит, когда я вижу, что все мои надежды и расчеты, которые как бы ожили в 2011 году, в конце декабря и начале 2012 они все растаяли как пыль, как утренний туман. Ну, что, наш, Крым наш, значит, люди через свои, я бы сказал, так сказать, наследственные имперские амбиции, они как-то ну, поняли, что мы наконец что-то выиграли, что есть люди, которые нам помогли что-то выиграть, пускай не такое как бы ощутимое, как там гаджеты или какие-то хорошие штуки, которые нужны в потреблении и прочее, но вся страна выиграла, и это так похоже на то, что когда-то делали большевики, что когда-то делали этот самый Александр Второй, который провел важные реформы, которые вызвали очень неприязненные отношения в обществе и у крестьян, и у народовольцев, которые там начали его убивать и так далее, но он как бы внутренне страдал, Александр Второй, он начал, он повел наступление на Среднюю Азию, успешно ее завоевал, значит, потом были еще, так сказать, действия на Кавказе, а потом русско-турецкая война 1977 года, когда мы как бы принесли свободу Болгарии, после чего наши друзья в Берлине, князь Бисмарк и так далее, они как бы урезали наши аппетиты и так далее, мы не смогли даже захватить Константинополь, в общем, вот это тоже, вот все это история, а теперь мы наконец вернулись к этому моменту, когда мы можем сказать, а теперь мы выиграли, Крым наш, и не только Крым, а теперь Донбасс, ну как, мы не знаем, конечно, как там будет, как там придется договариваться с Порошенко, но у него же денег нет, а у нас их, ну, да, пока есть, потому что наш колоссальный успех 2008-2009 года был связан с тем, что у нас были огромные деньги, у нас были большие запасы, мы могли тратить эти финансовые ресурсы и так далее, ну, потратили, сейчас мы уже не можем, я так полагаю, что, ну, где-то в середине этого года станет ясно, что все решения правительства как-то так и суровые, по 10% отрезают зарплаты, но они, наверное, все-таки обоснованы, и мы будем, так сказать, думать о том, как, как бы, строить свой быт под те сокращенные возможности, которые теперь есть у нашего государства, но Крым, знаешь, вы его не отнимете, я вспоминаю Сашу Архангельского, который пришел к нам сюда и сказал, вы понимаете, что произошло, теперь ни один правитель России, каких бы он не предъявил взгляда, он теперь Крым не отдал, он не может, потому что там заселение, как оно к этому отнесется, ну, все, это наш, Грузия наша, как, Грузия тоже наша, может и Гагаузия, я уже, честно говоря, послушал, я уже испугался, что Грузия, слава богу, нет, но, значит, на самом деле, я хочу обратить внимание, что те исследования, вот результаты, которые я слышал и сегодня, в значительной степени, вчера была очень интересная дискуссия по вопросам о влиянии средств массовой информации на наше поведение и так далее, были дельные, очень грамотные специалисты, такие, как Дондурей, потом, этот самый, Архангельский, но не Александр, а там Андрей есть, который пишет в журнале Огонек, и потом, там был такой Биков, человек из МГУ, который, по-моему, немножко такого марксистского уклона, но они все, так сказать, объясняли мне, ну, я не могу сказать, что то, что меня могло бы удовлететь, у меня появилось такое ощущение, что все попытки что-то переменить в этой стране, скажем, то, что мне приходилось участвовать в вот этих самых лихих 90-х, ну, ничего, все это уже съели, и теперь, я не знаю, сколько уйдет времени, правильно говорит Владимир Ефимович, что просто это вопрос времени, это не быстро, ну, вот мы получили, я отдаю должное Владимиру Владимировичу Путину, он действительно нашел выход из положения, он теперь может какое-то время, как говорится, почивать на лаврах, теперь его все любят, ну, давайте думать дальше, потому что я на вас смотрю, я вижу, какие вы замечательные, умные, и так далее, нам нужен какой-то, вот это все, так как поменялась ситуация, и в том, что происходило в 94-м году, и в том, что происходит сегодня, и мы увидим в ближайшее время, какие будут происходить изменения, ну, давайте будем искать какие-то выходы, потому что есть простая вещь, если это будет, на это уйдет очень много времени, то те возможности, которые у нас сегодня еще есть, они тоже могут растаять, я не знаю, как тогда, потому что, я знаю, что тогда, когда, скажем, разорение достигает самой нижней точки, обычно никаких выступлений против существующей власти, там, оппозиции, и так далее, не происходит, это только тогда, когда происходит подъем, и так далее, и тому подобное, тогда кто-то считает, что он может сделать что-то лучше, чем власти, ну, давайте думать, дорогие друзья, спасибо большое за...